Чтобы добавить запись в таблицу, необходимо использовать ключевые слова insertInto и далее перечислить список значений для атрибутов в том же порядке, в котором они указаны в таблице. Добавим новую запись в таблицу. И затем попробуем найти ее, указав адрес отправителя денег, получателя денег и сумму. Мы видим только что вставленную запись. Также, если мы хотим указывать не все колонки при вставке записи, то мы можем перечислить конкретные атрибуты, которым мы будем вставлять значения. Обратите внимание на конструкцию запроса. После ключевых слов insertInto у нас идет имя таблицы. После этого, без каких-либо других ключевых слов, у нас в скобках перечисляются атрибуты, в которые мы хотим вставлять данные. После этого следует ключевое слово Values, и снова в скобках мы указываем значения для вставляемых атрибутов. Попробуем выполнить данный запрос. И теперь посмотрим результат нашей выборки. У нас появилась еще одна запись, в которой комментарий указан как null. Попробуйте вставить данные с суммой и комментариями в следующем самостоятельном задании. По какой-то причине текущая система, которая обычно вставляет платежи, не работает. И вам нужно срочно вставить одну операцию перевода средств от одного клиента к другому. Продолжение следует...